Привет, дорогие зрители! Совсем недавно у Наташи вышел ролик «Исповедь иммигранта». Мы с ней как-то говорили о том, что неплохо было бы снять и мою историю, но вот сегодня оказался прекрасный повод для того, чтобы подвести какие-то итоги, потому что сегодня 9 ноября, ровно полгода, как я нахожусь в Германии. Было бы, наверное, логично сделать такой небольшой анализ, что за это время произошло, что хорошего. Сейчас вот вечер, дело к вечеру, и я иду с работы. У меня их две. В качестве основной работы я работаю как помощник к тяжелым людям, это клейки Деннстон у нас называется в Германии. И у меня есть еще одна работа, она была первая, пока я еще ходила на курсы на немецкий язык, я произносила газеты. Но эту вторую работу, я ее воспринимаю больше как прогулку, потому что она занимает всего 3 часа в день, и какие-то рабочие дня у меня всего 2 в неделю. Ну и денег, соответственно, там практически нет. Но тем не менее, это все равно работа, она занимает время и, ну, как хотя бы небольшие деньги, но приносит. Что хорошего за это время произошло? Мне нравится Берлин. Мне нравится то, что это большой, современный, очень живой город. Вот здесь я думаю, что надо просто брать и покупать какие-то курсы и идти или... Скорее всего, надо онлайн, потому что это более надежно. Вы знаете, в какое интересное время мы живем. И в любой момент оплаченные вами курсы могут вам просто отказать и сказать, что нет, вы как бы... Сейчас у нас клокдаун, еще какая-нибудь ерунда. А то, что касается языка, вот я уже сказала, к сожалению, я думала, что я, может, как-то сама его буду осваивать. Нет, не получается. Должна быть система, должна быть ежедневные занятия. А когда это происходит от раза к разу, под настроением, то буду делать, а может, на завтра отложу, то это, конечно, никаких результатов не приносит. Без языка здесь не очень хорошо, потому что вы ничего не понимаете. Если вам, например, выходят какие-то письма, несмотря на то, что есть гугл-переводчик, транслит, конечно, это очень здорово помогает. Но все равно, если какие-то проблемы надо решать и требуется ваше присутствие и какие-то переговоры, звонки, что-то еще, все, вы уже не дееспособны, что называется. Это неприятно. Я понимаю, что это надо решать как можно быстрее. Ну, насчет работы, это туда же, наверное, та же самая проблема. Будет язык, будет, наверное, какая-то другая работа. Пока языка нет, буду, я ничего другого, скорее всего, найти не смогу. Ой, какие козочки тут, сейчас вам покажу. Я гуляю по парку, смотри, какие красавцы пасутся там. О, сейчас подойдем поближе. Видно? Их там много. У меня один. Только ты не бодайся. Да? Ты хороший. Хороший. Я даже не знала, что здесь у нас... Я даже не знала, что в этом парке обитают вот такие овечки. Я думаю, что это овечки. Я не знаю, может, я перепутала. Там кто-то еще, кстати, обитает. Ну, ладно, а то я не пойду. Ну, что еще хотела сказать. То есть по поводу жилья. С жильем большая-большая проблема, потому что это те цены, которые были летом. Это можно было что-то найти более или менее нормальное. За 700-800 евро этих цен уже нет. Понятно, что квартиру купить вообще никаких нет шансов. Остается только снимать. А вот за аренду квартиры сейчас цены двухкомнатные примерно 1200 евро. Без каких-то там особенных дворотов. И это очень дорого. Мне одной, конечно, будет очень сложно. Спасибо большое Свите с Димой, что они пока меня не выгоняют. Еще потерпят, может, немножко. И я, конечно, надеюсь, что если мой муж приедет, мы все-таки каким-то образом... Ой, куда это я пришла? Надо выходить отсюда. Если мы будем работать вдвоем, то как бы один реально со своей зарплаты платит аренду. Ну, а на зарплату другого можно уже хотя бы что-то себе позволить. Ну так, что еще про себя могу рассказать? К сожалению, я практически никуда сейчас не хожу. Спасибо, что Света с Димой довольно-таки активные ребята. И к ним гости приезжают часто. И сами не выбираются на прогулки. Иногда удается с ними куда-то съездить. А так иногда я выезжаю в центр погулять. Но там, собственно говоря, уже все такие какие-то основные достопримечательности я уже видела. А если вы хотите куда-то зайти, то требуется QR-код. Сейчас очень все строго. Тест, шнель-тест я вчера сдавала. Стоит немножко так 15,99. Так что особо не нагуляйтесь, если даже вы... Ну, хотя, не знаю, может быть, если так 4 раза в месяц куда-то выезжать, может, это не такие большие деньги. Но есть определенный риск, потому что вдруг он покажет, что ты COVID-19 положительный. Тогда что делать? О, нет. Лучше я никуда ходить пока не буду. Очень мне жаль, что мы крайне редко сейчас встречаемся с Наташей. Потому что я очень к ней хорошо отношусь, ее очень уважаю. И мне, конечно, ее не хватает. Я понимаю, что я сейчас очень много делаю у нее. Малыш, школа, курсы, перспективы хорошие в работе. Ей практически не до меня сейчас. Ну, какие-то, наверное, какой-то новый круг знакомых. Все меняется же в этой жизни. Ну, что ты сделаешь? Ну, так что пока вот я тут так мыкаюсь в гордом одиночестве. В надежде, что, может, кто-то все-таки приедет из моих близких. Спасибо им большое. Они мне сделали подарок. Они приехали на день рождения. Арнис приехал со своей девушкой. И он мне подарил прекрасный подарок. Компьютер и принтер. Ну, он не только он, конечно. И его подруга, и мой муж. Это все как бы было вместе. Но, тем не менее, он меня, ну, удивил. Компьютер, принтер. И мы сходили в ресторан. Очень красиво посидели. Это было, знаете, такие впечатления приятные. И ты понимаешь, что, да, твой ребенок вырос. Маму вводит уже в ресторан. И, в общем-то, дарит дорогие подарки. Это очень-очень приятно. Спасибо им всем большое. Особенно за эту идею. Большое спасибо Веронике. Потому что мне она очень нравится. Очень хорошая, приятная девушка. И я бы очень хотела, чтобы у них все было хорошо. Что бы еще такое про себя рассказать? Жалею ли я, что переехала? Ну, пока еще, наверное, не очень жалею. Но, в принципе, такая мысль проскакивает, что, может быть, надо возвращаться. Потому что, как вам сказать, человек устает от многих вещей. И вот это накапливается какой-то такой усталость и негатив. И ты не знаешь, как с этим бороться. Потому что ты один. Вот это самое-самое неприятное в этой истории. Ну, что еще? Не знаю, что еще. Вот ехала я вчера на свою вторую работу. Посмеялась. Уселась я вчера на велосипед. А седло оказалось мокрым. Приехала я на работу. Довольно холодно было. Посмотрела на себя и думаю, так, подруга, как-то выглядишь-то очень странно сзади. И очень холодно было. Потому что и ветер, и погода такая не очень. Что вы думаете? Я вспомнила историю про солдат, как они спасались во время войны. Они просто подкладывали себе газетку туда, где было мокро. Вот и я ходила с газеткой и разносила газетки. Это выглядело довольно смешно. Но зато мне было тепло. Потому что возвращаться домой и переодеваться не было никакой возможности. Ну, не знаю, зачем эту историю рассказала. Может быть, самой смешной, вам будет смешно. Я знаю. Во всяком случае, такая вот история самая смешная предключилась. Ну вот, а сейчас я иду на свою основную работу. У меня еще немножко есть запас времени. Я чуть-чуть прогуляюсь. Здесь есть парк, здесь озеро. Вот, видите, много людей гуляют собачками. Не знаю, видно вам или нет. Наверное, не очень видно. Вот, что еще? Конечно, надо думать о своей будущей работе. Скорее всего, что она должна быть связана с чем-то таким онлайн. Но я пока еще не придумала, что бы это могло быть. Это действительно большая проблема. Где-то, конечно, и знаний не хватает. Уже и возраст немножко такой, когда сложно осваивать что-то новое. Ну, посмотрим, как будет. Ну что, какие перспективы? Учить немецкий, немецкий, еще раз немецкий. Потому что это единственный способ найти или как-то поменять работу, найти что-то более интересное. Я не могу сказать, что я своей работой очень уж не довольна. У меня действительно очень хорошие, милые, приятные люди. Ну, конечно, сама по себе работа очень примитивная. И никакого развития интеллектуального не приносит. Не знаю, как будет дальше. Пока особых перспектив я не вижу. Что еще? Жалею ли я, что переехала? Однозначного ответа нет. Пока все очень зыбко. Да, есть надежда на то, что приедет вторая половинка. Произойдет воссоединение семьи. Мы с ним сможем, но как-то будет тогда уже полегче. А пока так, как есть. Пока не планирую уезжать домой. Хотя иногда такие мысли проносятся галупом. И не могу сказать, что это такой вариант, который невозможен. Нет, все очень возможно. Действительно, все будет зависеть от того, как будет с работой. Будет ли возможность работать или такой возможности не будет. Еще раз повторю, что сейчас все очень зыбко. Здесь новомодная наша болезнь. И так выглядит, знаете, что конца не видно. И что это будет всегда теперь с нами. Ну, вероятно, тем, кто все это затеял. Я абсолютно не верю в то, что это какая-то ситуация, которая сложилась случайно. Ни в коем случае в это не верю. Думаю, что это все создано искусственно. С целью действительно заставить людей подчиняться. И я думаю, что уровень технологий, которыми сейчас обладают сильные мира сего, уже могут позволить им это сделать. А наша задача, наверное, не хлопать ушами, а пробовать все-таки как-то разобраться в этой ситуации. Тем более, что полно сейчас разных видео. И ты понимаешь только одно, что простого решения и простой жизни впереди не ожидается. Да, надо как-то объединяться, пробовать помогать друг другу. Я сегодня, кстати, ужасно расстроилась. Я сегодня ехала в метро. И было очень так малолюдно. Не было практически людей в вагоне. И зашел человек, который ничего не просил. Обычно те, которые просят денежки, чтобы им дали, они как-то очень выразительно на тебя смотрят, с баночкой ходят. Понятно, что им надо в эту баночку что-то положить. Этот человек ничего не просил, но выглядел очень и очень печально. На нем была очень тонкая куртка в дырках. Это даже не куртка, а просто такая плотная рубашка. Такие же в дырках брюки и совершенно стоптанные ботинки. Ну и абсолютно такая голова, которая, знаете, говорит о том, что очень долго за ней не ухаживали уже. И человек очень долго не был у парикмахера. Я не знаю, что с ним случилось, но мне что-то как-то сжало сердце. Я расстроилась, потому что вот эта фраза от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Знаете, выглядел этот человек очень так интеллигентно, немец. Я, конечно, не удержалась, дала денежки. Ну, нас за это ругают, говорят, что так делать нельзя. Ну, это, наверное, у кого как-то лежит на сердце. И я расстроилась, мне как-то стало очень обидно, что люди вообще оказываются в такой ситуации. Я всегда очень как-то за них переживаю, принимаю близко к сердцу их такие страдания, переживания. Не думаю, что это нормальная ситуация, когда человек оказывается на улице и у него нет дома. Не хотелось бы, не хотелось бы так жить. Хотелось бы жить получше. Ну вот, дорогие мои, не знаю, чего-то я тут вам рассказала такое. Сама не знаю, чего я тут вам наговорила. Я, в принципе, вот так сейчас живу. Какие-то ежедневные заботы, беготня какая-то, что-то происходит. Хотелось бы, конечно, побольше каких-то позитивных эмоций. Наверное, правы те люди, которые говорят, что тебе ничего не принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Всего нужно достигать самому. И да, наверное, надо. Да, наверное, надо создавать себе какое-то позитивное настроение. Мыслить как-то, наверное, даже мечтать. Потому что очень мало кто из нас о чем-то мечтает. Мы как-то... Каждый садится в свою зону комфорта и там находится. Я не исключение. Я как раз там сижу. И я, когда вот попадаю в эту зону комфорта, мне оттуда очень сложно сдвинуть. Наташа знает, она всегда меня за это ругает. И да, это мой такой не очень хорошая черта характера. Ну, в общем, не знаю, что вам еще рассказать. В принципе, вот такая жизнь обычная. Да, мне уже далеко перевалило за 50. И как-то, знаете, жизнь прошла. Похоже. Осталось, наверное, немного там уже. Ну, прожить-то надо ее до конца. Ну, в общем, будем стараться. Я хотела бы поблагодарить и вас, дорогие зрители, за то, что вы терпеливо нас смотрите. Мы сейчас, к сожалению, отошли от нашей основной тематики. Ничего не поделаешь. Здесь действительно нет такого уровня магазинов, какие были в Латвии. И у нас не так много времени для того, чтобы осваивать что-то новое. Мы пробовали тут заняться покупкой фарфора, как-то его поизучать. Ну, и сейчас вот опять придет зима, флу-маркет-то закроет, и это тоже тема остановится. Так что пока не знаю, какие у нас дальнейшие перспективы с каналом. Наверное, что-то будем придумывать. Очень бы хотелось. Ну, так что спасибо вам, дорогие зрители, за то, что вы с нами. Вообще, хотела бы поблагодарить всех тех людей, которые мне помогают здесь. Конечно же, это Наташа. Мы с ней довольно часто говорим по телефону. Спасибо тебе, дорогая подруга, за все, что ты делаешь. Не только для меня, и для очень многих людей. А спасибо Диме со Светой за то, что меня терпят в своей семье. Конечно, я понимаю, что уже полгода я у них. Спасибо вам, ребятам, за то, что меня пока еще не выставили на улицу. Не знаю, сколько я еще у них пробуду, но надо уже искать квартиру. Конкретно надо искать квартиру, потому что все уже. Вот. Я благодарю своих клиентов. Среди них есть очень много интересных действительно людей. Спасибо фирме за то, что она мне таких людей подобрала. Так что, наверное, на этой вот... Да, я бы хотела, конечно же, всем вам, дорогие наши зрители, пожелать, чтобы... И совсем недавно, кстати, себе тоже этого хотела пожелать. Найти свое место. Вот я хочу найти свое место. Мне бы очень хотелось, чтобы был какой-то свой дом, рядом была семья. Какая-то более или менее хорошая работа. Лучше хорошая, чем более или менее хорошая. Чтобы она была интересная и приносила денежки. Хотелось бы узнать что-то новое. Хотелось бы ездить, путешествовать. Ну а как уже, что уже из этого получится, будем смотреть. Так что, всем вам, дорогие наши зрители, желаю всего самого-самого наилучшего. Берегите себя, берегите себя и своих близких. И постарайтесь жить с позитивным, хорошим настроением. Желаю вам этого. Всем пока-пока.